Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельденгауэр, и я рада приветствовать в этой студии главного редактора сайта «Карнегеру» Александра Баунова. Здравствуйте, Александра Баунова. И я рад вас приветствовать. Ну что, открыли наконец-то этот мастрадальный памятник практически в самом центре Москвы Михаилу Калашникову. Господин Мединский, министр культуры нашей страны, сказал, что, в общем-то, Калашников – это настоящий культурный бренд России. Согласитесь? Я, как житель этого района, чувствую себя пострадавшей стороной. И претензия у меня не столько к Калашникову, который действительно, наряду со спутником и другими русскими словами, вошедшим в иностранный язык, действительно является одним из брендов России, а, собственно, к монументу. Эстетика монумента чрезвычайно плоха, как все, что производит в Москве военно-историческое общество. В то время, как Стрелка и прочие модные бюро под политическим руководством, ну, не знаю, хозяйственным руководством мэрии делают город более европейским, военно-историческое общество параллельно с ними на открывшихся пространствах делает все для того, чтобы Москва выглядела городом третьего мира. Это касается и памятников, которые ставятся от его имени, но я знаю пока два – князь Владимир и вот Михаил Калашников. И фресок на Брандмаурах – это глухие стены, которые зарисовываются с лейблом исторического общества, военно-исторического общества. Я знаю одну на Арбате с маршалом Жуковым и одну с какими-то странными в черных формах эсэсовцами, которые призваны почему-то… Такие эсэсовцы Аля Штирлиц, которые призваны почему-то изображать советских генералов 9 мая в очень странной цветовой гамме в начале Лихого переулка на Садово-Каретной. Но я, по-моему, есть и еще произведения в таком духе. Да, по-моему, есть, особенно вот в тех краях, где там маршал Жукова и прочего. Да, коллега Красовский написал сегодня, что памятник Калашникова напоминает ему памятники Новым Русским с кладбища 90-х. Возможно, я не так много бываю на кладбищах, где стоит памятник Новым Русским, хотя мужик с автоматом, вот так, как он выглядит, вот этот плотный, в общем, лишенный вообще какого-то полета художественного, может напоминать действительно такой памятник. Но мне вообще вся эстетика военно-исторического общества напоминает две вещи, с которыми я сталкивался в советском детстве и юности. Дембельский альбом и сортир в казарме. Это очень распространенные виды художественного творчества. Они, ну вот когда немножко умеющий рисовать солдат, призывается старшиной или офицером, ну лейтенантом, капитаном, кто этим занимается, и либо рисует сослуживцам, старослужащим альбомы, картинками разрисовывает, и там всякие солдаты с автоматами, там всякие генералы в орденах. В такой, знаете, наивной эстетике. Либо расписывает общественные места казарменные, ну столовую, или вот сам видел, когда был на военных сборах, еще одно общественное место примерно в таком же роде. Что-нибудь такое про рыцарей, солдат, людей с автоматами, и всякую такую красоту в стиле военный наив. Так хорошо же, массам понятно и близко. Я не видел восторга массы по поводу именно произведений, подписанных военно-историческим обществом, которые, кстати говоря, если захочут, умеют сделать их хорошо, потому что в метро, например, есть поезда расписные, которые ходят тоже под брендом, расписаны под брендом военно-исторического общества, посвященные советским мультфильмам, советскому кино, в конце концов даже Дню Победы. И к ним у меня, в общем, нет претензий, потому что, видимо, метро, могу надеяться, нет у меня точной информации по этому поводу, все-таки отбирала дизайн. И проверяла, какие художники будут расписывать поезда, и вообще предварительно смотрела проект. А вот почему город Москва, столь эстетически чувствительный в последнее время, вот он занимается европеизацией общественных пространств, вдруг пропускает такие удары по этим общественным пространствам, как вот эта наивная живопись на стенах и столь же наивная скульптура, как князь Владимир и Михаил Калашников, вот это мне непонятно. Почему метро может отсеять проекты, которые изуродовали бы его, если бы выглядели так, как выглядят эти росписи и эти скульптуры, а город Москва не может. — А парк Зарядье, как вы считаете, это удар по общественному пространству? — Я не был там. — Вы не были еще. Вот эти все скандалы вокруг, они, как считаете, насколько портят весь проект с этими деньгами, надо потратить еще, а не 14-25 миллиардов, сейчас будем все доделывать. — Ну, то, что смета растет в ходе исполнения, это общечеловеческая проблема, тем более российская. Я не могу комментировать внешний вид парка, которого я не видел. Я прокомментировал уже ошибку, коммуникационную ошибку, которую сделала мэрия в отношении этого парка. Она подала его, подчеркивая его общенародные собственности, принадлежности, как некоторую диковину, которую как можно скорее должны увидеть все. То есть, по сути, она призвала всю огромную толпу, которая развлекалась в день города на Тверской и в окрестностях, в место, которое, в общем, этой толпе, части этой толпы, по крайней мере, должно было показаться скучным. Что нравится, например, мне в том, как работает сейчас мэрия? То, что она не делает в городе отдельные диковины. Вот вопрос, почему делается сразу так много улиц? Ответ. Потому что, если вы делаете одну пешеходную улицу, она превращается в печальный, плачевный Арбат. Она выпадает из города, она становится именно такой диковиной, на которую ходят глазеть туристы, гости города, москвичи. Но она становится чем-то отдельным от города. Когда вы делаете 100 улиц сразу, вы делаете город. Вам не нужно ехать куда-то специально и ходить по специально сделанной для этого пешеходной улице. Весь город становится пешеходным. Точно такое же отношение должно быть к паркам. В городе должно открываться несколько парков. И не надо созывать даже на самый центральный парк, как можно больше москвича одновременно, чтобы они, так сказать, порадовались, поглазели, похвалили и воспели осанну. Парк, даже самый модный, должен открываться горожанами естественным путем. Не надо привозить туда президента. Ну, когда туда привозили президента, мне предлагали там прогуляться в это время от афиши. Там как раз списки ФСО и особо никаких толп горожан в этот момент там не находилось, конечно. Вот сразу потом, да. Но вот в городе Москва наконец-то в этом году, если бы еще не заметили, есть набережная. Вот город 800 лет стоит на реке, но набережная, если верить официальной хронологии, набережных до этого года там не было. Были какие-то узкие тропы и шоссе. Сейчас в городе Москва, одноименном реке, наконец-то появилась вот, собственно, эта река для людей. Да, теперь вдоль этой реки можно ходить, на ней нужно сидеть. В том числе, этого я еще не видел, над ней можно вознестись на вот этом модном масте. Ну, вот вы идете по набережной, и у вас после Кремля, ну, или, соответственно, после Яузы, возникает парк. И вы заходите в этот парк и говорите, о, какой прекрасный парк, как замечательно. Расскажу-ка я об этом семье, друзьям, и сходим мы в следующий раз туда вместе. Вот так надо открывать парк, спокойно. Конечно, проблема была в том, что его просто перегрузили в первые же дни. Хорошо, давайте, есть у нас минутка до перерыва, но хочу я начать с вами тему. Это тоже, наверное, к вопросу коммуникационных ошибок или нет. Фильм «Онван Мизимон», о котором можно было бы, ну, наверное, уже сто раз как забыть. Но никак не получается, потому что постоянно кто-то подает в суд. И вот сегодня, значит, этот соцгоспроект судился с фондом борьбы с коррупцией и выиграл. И суд обязал Алексея Навального удалить фрагменты фильма о Дмитрии Медведеве. Ну, сам Навальный, конечно, опять отказался. Про эффект Стрейзен-то никто не слышал. Лучше расскажите мне, что это. Хорошо, требование удалить изображение неудачное приводит к тому, что оно распространяется в сотни раз. Ну, в этом смысле Усманов поступил, логично. Он выиграл до этого суд, но при этом попросил удалить фрагменты. И, в общем, не стал настаиваться на полном удалении фильма, понимая, что из интернета убрать ничего до конца невозможно. Давайте сейчас прервёмся буквально на минутку, но эту тему мы продолжим. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВИ» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем «Особое мнение». Это «Особое мнение» главного редактора сайта карнеги.ру Александра Баунова. Но всё же, вот очередные люди просят тоже удалить фрагменты этого фильма. Навальный очередной раз говорит, нет, ну, зачем продолжать эту, ну, в общем-то, бессмысленную борьбу? Как вот вы сами сказали, из интернета сложно навсегда удалить что-то. А какая борьба будет осмысленной? Подкараулить Навального и ударить железной трубой? По-моему, лучше борьба происходит в судах, чем таким образом. Мы понимаем, да, что Алексей Навальный в данном случае использует недоверие российскому суду вкупе с антикоррупционными, так сказать, настроениями граждан в свою пользу. Он понимает, что даже если он не будет абсолютно корректен, да, даже если в его фильме будут встречаться недоказанные или недоказуемые в суде утверждения, если он проиграет в суд, недоверие суду никуда не денется, и все скажут, ну, ясно, почему он проиграл в суд. Потому что он Алексей Навальный, оппозиционер, оппонент власти, задевающийся сильных мер из всего, поэтому он, естественно, проиграл в суд. И суду не поверят. То же самое антикоррупционные настроения. Ну, вот сейчас Левада вместе в рамках одного проекта с Карнеги проводят исследование желания или готовности общества к переменам. Ну, вот в том числе выясняется, что антикоррупционные настроения присутствуют в том числе среди охранительных групп. То есть, среди охранительных групп Навальный, как лицо, может быть, не очень популярен, но дело его живет. То есть, само его дело вызывает уважение. Потому что охранительные группы, они не стопроцентно провластные. Это люди, которые считают, что враги России, ну, так сказать, враги той России, которую они хотят увидеть, находятся не только в оппозиции, но в том числе и во власти. Это вот всякие коррупционеры, чиновники, системные либералы и так далее. В этом смысле он собирает вокруг себя не только либеральных противников власти, но и консервативных противников власти. В общем, поддержка антикоррупционной повестки гораздо шире, чем мы можем здесь в этой студии думать. И вот, опираясь на эти две вещи, недоверие к суду и поддержку антикоррупционной повестки, он может себе позволить быть некорректным. А если я не, поскольку это сегодняшнее решение, я его не изучил, но, например, если посмотреть решение по делу Усманов против Навального, в принципе, Усманов, ну, я, по крайней мере, опираюсь на комментарий бывшего сенатора и очень хорошего юриста, сейчас адвоката Алексея Учителя в деле Матильды против Поклонской, Константина Добрынина. Вот Константин Добрынин, разбирая, который не выступает, как мы понимаем, в любой ситуации, отменяя ни стороной конфликта, ни охранителем, ни антиоппозиционером, ни человеком, который является голосом власти. Вот он разбирал суд Усманов против Навального. И, в общем, по его мнению, по всем трем пунктам, действительно, Навальный суд проиграл. Потому что и история про изнасилование в Узбекистане со снятой судимостью не проходит судебной проверки не только российской, но и, собственно, британской, ни история про взятку, ни история, между прочим, про цензуру в газете «Коммерсант». Потому что одним из утверждений фильма было, что вот Господи Усманов купил газету «Коммерсант», с тех пор там зверствует цензура. Понимаете, вот, собственно, в газете «Коммерсант» работают и работала масса людей, что называется, социально близких не только нам с вами, но и тому же Алексею Навальевну, буквально его личных друзей. Вытащить на суд, если не нынешних сотрудников, что, конечно, противоречило бы корпоративному кодексу, то бывших, которые рассказали бы конкретные случаи цензуры, теоретически можно было бы. Но почему-то этого, в общем, не произошло. Даже такая, как казалось бы, несложная вещь в суде не была доказана. Но я еще раз говорю, что действительно то, что делает Наваль, не популярнее, чем то, что делают его оппоненты по судам. Поэтому в этом отношении он может не беспокоиться, как, видимо, по части удаления фильма. Потому что все понимают, что есть коррупция, в том числе вот это самое, в высшем звене. Даже там, где ее нет, ее подозревают, потому что никто не верит, что нет высшего звена власти российской без коррупции. Ну и, соответственно, пока, по крайней мере, оппоненты Алексея Навального достаточно умны, чтобы понимать, что из интернета потереть информацию невозможно. Тем более, что все, кто хотел этот фильм увидеть, увидели свою роль точки кристаллизации протеста весной этого года. Он сыграл. Удалять его сейчас бессмысленно. Сейчас там счетчик не крутится с бешеной скоростью. Так что я думаю, они удовлетворятся фактом выигрыша. Процесса и не будут наставить на удаление фильма. И мы все, при желании, сможем его и дальше посмотреть. Про фильм, который мы с вами пока еще не видели, и вообще не очень понимаю, увидим ли, но вроде как должны. Это тот самый фильм Алексея Учителя «Матильда». Дело в том, что сегодня должен был состояться закрытый показ в Петербурге на форуме «Киноэкспо», и его перенесли. «Матильду». Да. Показ перенесли, хотели показать. И даже вроде как ждали Мединского. Почему перенесли, не говорят. Тем временем в Госдуме собираются до московской премьеры тоже фильм посмотреть. У меня вопрос. Когда же это все закончится? И почему никто не может из руководства страны это прекратить? У меня была огромная статья на прошлой неделе, посвященная ровно этому ответу на этот вопрос. Почему не может прекратить? Потому что для людей по двум главным причинам. Первое. В нашей системе, которая является режимом персоналистским, сложилась такая ситуация, что никаких сдержек и противовесов, кроме, собственно, главы этой системы, первого лица, то есть самой персоны, нет. Чиновники любого другого уровня для людей, которые развернули эту компанию, не являются достаточными авторитетами. Ни голос министра культуры Мединского, ни премьер-министра Медведева, вице-премьера, который курирует культуру, ну, кто там голодец, ни Пескова, который гораздо раньше Мединского высказался за то, чтобы компания, наконец, была прекращена. Все это для них не авторитетные голоса. Потому что на ярмарке авторитетов в России, вот на этом среднем уровне, они просто выбирают тот, который им ближе, для них более уважаемый. То есть первое лицо молчит, которому пока еще сохраняется видимая лояльность. Для первого лица это слишком мелкий вопрос. И арест Серебренникова, хотя когда к нему подходит, он что-то такое отвечает. Но, в общем, для него это не та ситуация, когда он должен принять точное управленческое решение. Это не та ситуация, когда он является де-факто руководителем страны. Это та ситуация, где он позволяет вот этим силам в политическом классе и ниже как-то соревноваться, играть, состязаться и так далее. Соответственно, для них не авторитет любой голос, кроме, собственно, голос первого лица. Потому что на авторитет Пескова, Мединского или премьер-министра Медведева они найдут свои, там, Тихо-Епископа, Тихо-Шкунова, какого-нибудь еще охранителя из верхнего эшелона государственной бюрократии или силовых структур и выберут его и скажут, а мы слушаем вот этих. Потому что все остальные чиновники, все чиновники ниже Путина, если они недостаточные патриоты, их просто надо менять. Они сами предмет потенциальной кампании, как Матильда. Да, против Медведева может быть развернута такая кампания. Да, в общем, против любого. Против любого, да. Если ты недостаточный патриот, тебя надо менять. Мы можем, если кампанию невозможно развернуть публично, ну, пусть она будет закулисной. Но, тем не менее, еще раз, никто, кроме Путина, не является авторитетом, а для Путина это не тот уровень, по которому он высказывается, по крайней мере, на начальном этапе. А когда этап не начальный, когда кампания развернулась и в нашем случае перешла в оффлайн, ее довольно трудно остановить, потому что в нее влечены, собственно, достаточно высокопоставленные люди. Тот же епископ, епископы вообще церкви, не только Шевкунов, вообще епископы церкви. Тот же Володин, который уже начинает использовать ее для, не знаю, для собственного аппаратного, для утяжеления собственного аппаратного веса. она становится фактором общественной жизни, и поскольку это патриоты, это свои, их не так просто остановить. Это раз. И во-вторых, идея же была, ну, почему, собственно, этой кампании позволили развернуться. Ну, сначала она оказывалась слишком экзотической для того, чтобы заниматься ей, а потом, понимаете, возникал такой противовес либералам. Вот есть власть, есть либералы, которые тянут ее в одну сторону, а с другой стороны, с патриотической стороны, власть оказывается самой крайней. Власть хочет быть в середине. Ей там удобнее. Ну, пусть будут такие вот оголтелые патриоты, практически православные экстремисты. И тогда власть будет уравновешивать вот этих либералов, которые готовы все сдать, продать, расчленить страну и по частям отдать японцам и американцам. А с другой стороны, вот эти вот страшные фундаменталисты, а мы посередине будем их уравновешивать. Но, естественно, ну, в силу просто вот этого популистского консервативного маневра, который Путин произвел в 12-13 году, эта сторона немножко для него ближе, и он сам немножечко смещается вот в эту консервативную фундаменталистскую сторону, даже пытаясь равновесить и либералов, и вот национал-патриотов. Меня в этой ситуации еще, конечно, беспокоит разовость этой всей истории или начало целого, не знаю, ряда подобных историй, потому что вот сейчас, например, вышел фильм «Смерть Сталина», и, пожалуйста, уже в Министерстве культуры общественный совет устами главы этого общественного совета Павла Пожигайло говорит, что, а может быть, если это будет вот как Матильда, только возмутятся коммунисты, может быть, мы и не дадим прокат на удостерение. Вот, ну, просто насколько это прецедент, смотрите. Ну, вот мы видим, что это стало прецедентом, потому что, ну что, у нас вот есть национальные патриоты, вот эти православные патриоты, которые защищают свою святыню, и, собственно, это действие является для них в некотором смысле конституирующим, системообразующим. То есть, как идентифицировать себя в качестве вот этих религиозно-православно-мыслящих патриотов? Нужно как-то выступить. Нужна тема. Ну, не просто же в церковь ходи. В церковь бабушки ходят, вообще не имеющие мнения, или самые смутные, и не только бабушки. Молодцы, кто ходят в церковь. Либералы, кстати, ходят в церковь. Священники такие есть. А вот возникла тема. Теперь смотрят левые. Ну, вот, как бы левые национал-патриоты не православные, а уже с таким коммунистическим уклоном, с красным. Они говорят, так, вот у нас православные защитили так громко свою святыню. И теперь все знают, что православных трогать нельзя. А мы? Ленин из мавзолея не выносит. Вопрос закрыли. Даже к столетию революции его не поднимают. А вот тут какой-то фильм, который, может быть, очерняет Сталина. Вообще КПРФ немножко сместилась в сторону Сталина, хотя пожигал единороз, да, но это не принципиально в данном случае. И продолжим. Да, на этом и ставим небольшую паузу, потому что нам нужно прерваться на новости и короткую рекламу. Завершит мысль Александр Молонов совсем скоро. И потом устроим маленький онлайн по выступлению Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Мы пытаемся вспомнить. Так отвлеклись на Генассамблее ООН в выступлении Дональда Трампа. Мы говорили с вами о прецеденте и непрецеденте, о том, что вот коммунисты нашли себе, значит, защиту Сталина. И вообще они не смещаются в сторону Сталина. Да, да. Вот коллега Иван Давыдов, автор прекрасных всяких эссе и колонок, как раз и предположил, по-моему, он даже пишет на эту тему, что ну вот левые хотят таким образом, левые патриоты, хотят таким образом не уступить правым патриотам. Ну, то есть каждый просто себе нашел некий образ, который они поднимают. Да, и дальше нужно учреждать себя в действии, поскольку вообще российское общество устроено таким образом, что лояльность власти принимается в форме послушания и согласия. То есть наше общество является, в моей терминологии я там пытался разрабатывать это, ну вот, режимом консервативным, нереволюционным. То есть режимом, который предпочитает спокойных и послушных граждан, а не граждан инициативных, даже если это инициатива лоялистская, даже если инициатива направлена на поддержку властей, борьбу с врагами Родины и так далее. Очень трудно таким образом в этом море бездействия, в этом море спокойствия, как на Луне, каким-то группам конституироваться. Им нужно действие. Вот при этом, опять же, поскольку политики настоящей в России нет, у нас общество деполитизировано, было искусственно, нужно найти какой-то формат действия, вокруг которого они могут собраться, чтобы оно не вызвало немедленной реакции властей, которые захотели бы его купировать. Ну, вот выбирается поэтому культура. Это не политика в чистом виде, это не экономика, где есть интересы богатых лиц и хозяйствующих субъектов, и компаний. Попробуйте устроить такой протест против какой-нибудь крупной компании. Ну, были попытки, но это сложно. Компания умеет защищать свои интересы. Это не частные лица, на защиту которых люди готовы встать, потому что каждый чувствует себя частным лицом. А это какие-то художники. Художники – это меньшинство. Но при этом, если ты попадаешь на представителей этого меньшинства, вроде Серебренникова, Учителя, тем более английского режиссера, тебя слышат. Потому что что такое кино? Понимают все по формуле искусства, принадлежит народу. То есть, истолкованные в России, вернее, еще в Советской России, но потом это толкование унаследовано у нас. Эта формула понимается как то, что народ понимает, то и есть искусство, или то, что народу нравится, то и есть искусство. Соответственно, то, что народу не нравится, не является искусством. Дальше вооруженные этой формой люди выходят, ну, активисты, вернее, выходят и привлекают массы к своей активности. Серебренников – плохой режиссер, учитель снял плохой фильм. Англичане хотят нагадить нашему образу истории какой-то комедии про генералиссимуса победителя, ну и так далее. То есть, тебя вроде бы и слышно, но ты не задеваешь ничьих серьезных интересов. Поэтому, собственно, культура выбирается раз за разом, начиная с погрома в Манеже, который православные экстремисты устроили два года назад и еще раньше, выставки Дудурова в музее. Вот каждый раз, раз за разом, для того, чтобы конституировать какую-то группу, радикальную правую или левую действием, выбирается именно культура. Александр Бауна в программе «Особое мнение». Ну что, как и обещала, давайте немного покомментируем выступление Дональда Трампа о Генассамблее ООН. В эти минуты президент США выступает. Ну вот еще одна цитата, которую не успела я вам прочитать. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы, цитирую, от Украины до Южно-Китайского моря. Вот по тем заголовкам, что я успела вам прочитать, Дональд Трамп коснулся самого широкого спектра тем, во всех случаях географически. Общее настроение, впечатление? Ну, судя по тому, что я услышал сейчас с ленты новостей, это соответствует примерно той утечке, которая была вчера у Wall Street Journal, которая общее направление выступления Трампа опубликовала. Такие основные, ну не тезисы буквально, цитат прямых там не было, но какие-то основные направления, в которых потекут президентские мысли. И одно из направлений я вижу, оно для Трампа довольно типичное. Америка – мировой лидер, хорошо, но это лидерство нужно продать дорого. Оно не может быть бесплатным, и оно не может быть, так сказать, лидерством по вызову. Поэтому он говорит, что американские интересы прежде всего, и он не готов втягиваться в защиту чужих непонятных интересов. Что, в общем, для Кремля был бы интересный тезис, потому что, собственно, этого российская внешняя политика от Америки и хочет, чтобы Америка не лезла в ощущение чужих интересов там, где есть российский интерес. Но поскольку он говорит о суверенитете от Украины до Китайского моря, давая два таких небольших пинка, не знаю, укола и России, и Китая, двум сильнейшим незападным державам в военном отношении, сильнейшим, ну, Китай еще и в экономическом, понятно, что из идеи дорогой цены американского лидерства, которая не будет разбазариваться по мелочам, для России, в общем, пока ничего специального не следует, хотя эта идея российскому пониманию внешней политики близка. Точно так же, как близка российскому пониманию внешней политики, вообще правильного устройства мира, другая идея Трампа, тоже вот с ленты вами прочитанная, это важность суверенитета. Все-таки как раз оппоненты Трампа, то есть либеральные оппоненты Трампа, демократическая партия, политика в духе Обама и Клинтона, они исходят как раз из противоположных принципов. Америка должна именно, что размазывать свое лидерство, то есть идти с ним туда, где ее попросят о защите, ну, естественно, защищать она будет, в общем, демократией, либеральные ценности, но тем не менее не торговаться по этому поводу. Это актив скорее ценностный, идейный, чем что-то, что Америка продает за деньги. И второе, что суверенитет прозрачен, что старое понимание суверенитета обгородились стеной, и что за ним происходит, никого не колышет, что это все осталось в прошлом, очень даже колышет, соответственно, вот прозрачный суверенитет. Трамп говорит, нет, суверенитет национально очень важен, сначала для американцев нужен и важен американский суверенитет, для других стран собственный. И вот страны, обладающие сильным суверенитетом, вместе, став сильнее, смогут сделать мир лучше. Что, конечно, не является демократической, не либеральной идеей, вот, по крайней мере, в понимании последних десятилетий. Ну, при этом, вот, про те два пинка, которые вы упомянули, Трамп вместе с тем поблагодарил Россию и Китай за их голосование по резолюции северокорейских. Правда, сказал, что надо бы как-то все это дело активизировать. Просто это для тех, кто не успел послушать выступления Дональда Трампа, потому что оговорил это тоже президент США. У меня вопрос еще вот какой. Когда Дональд Трамп говорит с трибуны Генассамблеи ООН о том, что он сделает армию США крупнейшей, величайшей, сильнейшей армией. Это угроза? Нет, не угроза. Он же просто говорит great again, там, снова великое. Ну, а в чем состоит величие сверхдержавы? В том, что ей невозможно нанести военного поражения. Строго говоря, и при самых, что у нее есть демократах, величие Америки строят в том числе на том, что в мире есть не так много стран, которым невозможно, практически невозможно нанести военное поражение. И Соединенные Штаты первые из них. И именно располагая этим ресурсом, то есть армией, которая не может быть побеждена, территорией, которая не может быть завоевана и оккупирована, экономикой, которая может поддержать практически любую войну, он распространяет американскую силу в те места, где Соединенные Штаты в этом нуждаются или их союзники в этом нуждаются. В общем, если ты делаешь американскую армию самой сильной, то, строго говоря, это вообще говоря, политика Соединенных Штатов независимо от того, какой там у власти президент. Я не думаю, что в Америке найдется президент, который поставит программой такое сокращение армии своей целью, чтобы она была, например, локального значения, а не глобального. Это вот будет и с точки зрения республиканцев, и с точки зрения демократов отказом от идентичности американской и современной. Прокомментировал он и сирийский вопрос, та самая тема, в которой мы поначалу выступали главным миротворцем и записывали Владимиру Путину, как огромный успех, дипломатический и внешнеполитический. Вот что говорит Дональд Трамп. Мы стремимся обеспечить деэскалацию конфликтов в Сирии, выступаем за политическое решение, но при этом он обвинил сирийское руководство во главе с президентом Башаром Асадом в преступных действиях, в том числе в применении химоружия. Но он мог не обвинить, если он сам разбомбил сирийскую военную базу ровно по этой причине. Он же не может отказываться от собственных слов. Безусловно. Значит ли это, что это в некоторой степени взаимоисключающее заявление, и там все это будет сказка про белого бычка бесконечно? Ты не, ну это американская позиция, что Асад плохой, но решение политическое, решение современное. Потому что первая первоначальная американская позиция стояла в том, что решение может быть не политическим, а революционным или военно-революционным. То есть противники Асада могут взять власть вооруженным путем, а если у них не получается, им можно помочь. Когда американцы говорят решение политическое, это примерно нужно прочитывать таким образом, что свергать Башара Асада, хотя он негодяй, и без этой оговорки вообще его упоминать нельзя ни в западной прессе, ни с западных трибун. Это человек, который плохо во всех отношениях, но тем не менее решение должно быть политическим. То есть его не будут свергать военным путем. Вот собственно это он и говорит. А никакого гигантского противоречия в этом нет. А за то, что он похвалил Россию и Китай, он прав с точки зрения правды жизни, но я думаю, что ему завтра за это достанется, особенно за похвалу России, потому что с точки зрения части американских комментаторов, уж не знаю, каким образом они приходят к этим выводам, но это Россия вооружила Северную Корею атомными и ракетными технологиями. Кстати, заявление Дональда Трампа о том, что... Естественно, там далеко не является фактом. Там и украинский след есть, и китайский след есть. И уж если это сделала Россия, то сделала она это не сейчас, а в 90-е, когда просто институты и заводы для выживания и ученые просто приторговывали знаниями и технологией. Пол минутки у нас. Насколько серьезно угроза уничтожить КНДР? Они могут это сделать, но просто в ужасе от этой мысли союзники Соединенных Штатов Восточной Азии, Кореи и Японии. Потому что особенно город Сеул может быть уничтожен до того, как будет уничтожена Северная Корея. Собственно, это является главным, практически единственным препятствием для того, чтобы Северные Кореи не поступили как с Ираком, например. Спасибо большое, Александр Баунов, главный редактор сайта Карнегеру. Выступал в особом мнении. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова